Друзья, всех приветствую на канале Шанс Подняться. И сегодня обзор наиболее интересных матчей с разных турниров. Бухарест, Умаг, Штат, Ньюпорт, Бастат. Поехали по очереди. Онс Жабер, Вера Звонарева. На мой взгляд, Вера Звонарева потихонечку-потихонечку все-таки приближается к своим былым кондициям, когда она была в топ-10. Онс Жабер, один из самых таких для нее и проходимых, и в то же время опасных соперниц. То есть, я думаю, что здесь борьба вполне возможна. Если Вера не отпустится инициативу сразу, то она, может быть, даже будет фаворитом. Тем не менее, букмекеры считают ее аутсайдером. Ну, это и логично. Но борьба вполне возможна. То есть, покрытие грунт для Жабер, по моему мнению, не является коронным. А для Веры, Вера играет универсально. Почти на всех покрытиях одинаково. Поэтому шансы неплохие. Поехали дальше. Здесь же Настя Севастова играет с Сараной Кырстей. Сараной Кырстей играет у себя дома. 2.85 дает букмекеры на ее победу. А у себя дома, я думаю, что теннисистка способна зацепиться как минимум в сете. Это, опять же, мое мнение, не забывайте. То есть, примерно 1.7-1.6 коэффициент на то, что один сет от Сараной Кырстей возможен. Учитывая и покрытие, и поддержку трибун, и уровень игры в целом, Сараной Кырстей совершенно неплохая теннисистка. Да и у женщин зачастую бывает борьба в три сета там, где ее не должно быть в любом случае. Вот. Или какую-либо фору она вполне способна притянуть, это мое мнение. Поехали дальше. Турнир в Умаге. Интересный матч. Робин Хааси, Андрей Рублев. Андрей Рублев два раза из двух обыгрывал Робина Хааси. Как бы это ни было странно. Робин Хааси, конечно, теннисист, который может проиграть кому угодно, но и выиграть многих. Все-таки считаю, что первый матч после возвращения Рублев сыграл неважно. В Хааси прошел хорошую проверку с Мартином Клижиным, выбрался из сложнейшей ситуации, выиграл 2-1 по сетам. И я думаю, что все-таки победителем выйдет из этой встречи как минимум в одном сете, а скорее всего в матче Робин Хааси за коэффициент 2. То есть все-таки для меня странно, что коэффициент такой высокий на Хааси. Поехали дальше. Турнир в штат. Сара Сариберсторму, Мэнди Менелла. 2-0. Сара Сариберсторма ведет по личным встречам. Да и в общем-то Сара, конечно, на грунте показывает более надежный, более высококлассный теннис. Как бы это ни звучало, да. Но я думаю, что здесь никаких проблем не должно возникнуть у Сары Сариберсторма за 1-6. Все-таки она должна проходить дальше. Вероника Кудерметова и Женя Бушар интересный матч. То есть не прогнозирую, но все-таки думаю, что борьба возможна. Возможен сет от Кудерметова. Кудерметова и Бушар вроде как набрала ход, но в то же время никаких легких матчей у нее не было в последних двух. То есть в первом она сыграла 3 сета с Тимей Бачински. И в последнем матче она сыграла 2 сета. И с 5-2 выбралась из тяжелой ситуации и выиграла. То есть матч не будет легким, на мой взгляд, с Кудерметовой. Кудерметовой есть все шансы на то, чтобы зацепиться. Дальше интересный матч Ализе Корне с Эм Стоссор. Последние три встречи с Эм Стоссор побеждала, но последняя их игра была в 2014 году. Поэтому также плюс покрытие грунт для Стоссор не самое комфортное. И Корне на нем играет вполне себе неплохо. То есть Корне может зацепиться, может победить, может победить в сете. То есть здесь вполне, я даже ставлю, ну и мысль моя, это сет от Ализе Корне. Ну, особо рисковым все-таки может быть и матч. Несмотря на последние три матча побежденных с Эм Стоссор 3-0. Но это было в 2014 году, 4 года назад, очень давно. Каспер Рут обыграл Давида Феррера, который играл очень мягко. Но все-таки, наверное, надо сказать, что его время подходит к концу в карьере. Хотя я, честно говоря, на грунте был уверен, что он Каспера Руда пройдет по достижениям, по уровню, по всему. Поэтому за полтора беру также победу Ришара Гаске над Каспером Рудом, который провел тяжелый матч с Джеральдом Мельцером. Но, тем не менее, держал в нем победу. Я считаю, что, опять же, по тем же примерно причинам, что и Давид Феррер, но Гаске все же выглядит совершенно неплохо. Я думаю, что он Каспера Руда должен проходить. Коэффициент 1.51. Перемещаемся в Ньюпорт. Адриан Монорино, Марсель Гранолерс. В 2015 году Гранолерс обыгрывал Адриана Монорино. Но все же я считаю, что покрытие трава совершенно не козырное для Марселя. И здесь даже Дудиселла как-то на Умблдоне обыграл Гранолерса. То есть, все-таки считаю, что за 1.46-1.47 Монорино должен проходить дальше на турнире в Ньюпорте. Ну, это обзор, на мой взгляд, самых интересных матчей игрового дня сегодняшнего. Все, кому нравится теннис, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро будет новое видео. И хочу сделать один розыгрыш в качестве эксперимента. Завел 1000 рублей в контору. И хочу ее удвоить и разыграть среди трех подписчиков по 330 каждому. То есть, ну, как конкретно, я думаю, там, среди комментариев там что-то выбрать. Но это уже нюансы. Сейчас на данный момент в банке 1200. И вот, я думаю, может быть, это будет забавно. Ну, все, всем счастливо. Пока-пока.